Итак, вторая часть. После того, как мы посмотрели, как можно простым способом создать программу для Linux на чистом C, часто это является каким-то таким преткновением, то есть действительно нужно знать некоторые особенности. Мы их разобрали, чтобы уже как-то приблизиться к самой сути, к сетевому программированию. Есть такая неплохая книга, хакинг искусства эксплойта, есть ссылка на издательство, где можно найти исходный код примеров, там есть некоторый дистрибутив Ubuntu, он немного или совсем уже устаревший, но можно тоже использовать. В любом случае, там можно найти файлы с исходным кодом, которые попробуют поэкспериментировать, но и сама книга вполне неплохая. Есть там интересные моменты. Так, в общем, на сетевых возможностях понятно, что основаны интернеты, такие приложения, как электронная почта, служба обмена мгновенными сообщениями. Каждое из таких приложений базируется на конкретном сетевом протоколе, но все протоколы используют общие методы сетевого транспорта, которые, вообще говоря, стоит знать, как реализовывается. Модель оси мы уже обсуждали довольно подробно на каждом уровне, то есть два компьютера общаются между собой, если они общаются между собой, они должны говорить на одном и том же языке. И вот структуру этого языка можно описать с помощью модели оси, чтобы у нас, как у разработчиков, были вообще представления о том, что же там происходит. И вот была какая-то база для того, чтобы понять, что нам делать с этим. Когда приложения общаются друг с другом по сети, происходит некоторый промежуточный объект, то есть некоторые сетевые устройства тоже обрабатывают информацию. Мы смотрели, что на канальном уровне есть коммутаторы, на сетевом уровне есть маршрутизаторы, которые используются как межсетевые экраны, могут и на транспортный уровень выходить, и даже выше. Чтобы более подробно изучать вообще, что передается в пакете. Также мы рассматривали, что такое сокет. Ну вот, поскольку это основная тема материала, то стоит поменять, что сокет это такой стандартный способ организации обмена данными в сети с помощью операционной системы. Сокет можно представить в виде конечной точки соединения. Для программиста сокеты это некоторая абстракция каких-то технических деталей. Программист пользуется сокетами для передачи или приема данных по сети. Чтобы иметь возможность взаимодействовать с двум приложениям, нужно создать сокет. Бывают сокеты потоков. Они предоставляют надежную двухстороннюю связь. Одна из сторон инициирует соединение с другой. И после того, как соединение установлено, обе стороны могут общаться между собой. При этом вы сразу получаете подтверждение того, что связанное вами достигло адресата. Сокет потоков использует стандартный протокол связи TCP, который соответствует транспортному уровню модели OSI. TCP спроектирован так, чтобы данные поступали без ошибок и в правильном порядке. Веб-серверы, почтовые серверы, клиенты тех и других используют для связи TCP и сокеты потоков. Потому что там нужна именно надежная доставка. Бывает также связь через сокеты дейтограмм. Мы говорили, что на транспортном уровне, если речь идет о TCP, то используется понятие сегмента. А если про сокеты речь, то сокет потоков. А если про UDP, то тут уже дейтограмма. Дейтограммный способ или метод указывает на то, что не устанавливается соединение. Вот и в данном случае действительно соединение является односторонним, ненадежным. Отправляя сообщения, нет никакой гарантии, что сообщения придут в том же порядке. Да, и вообще, собственно, достигнут адресата. В сокетах дейтограмм на транспортном уровне используется UDP. Как уже было сказано, служит он для создания индивидуальных пользовательских протоколов. Очень простой, облегченный протокол. Не обеспечивает реальное соединение, только предоставляет какой-то элементарный способ отправить данные с одной точки в другую. Сокеты дейтограмм требуют очень низких накладных расходов на протокол. Возможности протокола весьма ограничены. И если в программе требуется подтверждение того, что пакет получен адресатом, в коде, принимающей программе, должна быть предусмотрена отправка пакета подтверждения. Сокеты дейтограмм и UDP часто используются в сетевых играх, потоковом вещании, где разработчики могут организовать связь так, как, собственно, не нужно, не расходу дополнительных ресурсов на TCP. Но мы об этом тоже говорили. И теперь можно перейти, собственно, к использованию тех самых сокетов в языке SC. В C есть несколько функций, специально созданных для работы с сокетами. Прототипы этих функций находятся вот здесь, в файлике Sockets.h. Тут есть функция Socket, применяется для создания нового сокета. Возвращает файловый дискриптор сокета, или минус один в случае ошибки. Тут переменная Domain указывает на семейство протоколов, которые используются с сокетами. Можно понять, что это стандартная IPv4 и IPv6. Но единственное, тут это как семейство протоколов. Также есть функция Connect, соединяет сокет, описываемый файлом-дескриптором с удаленным узлом. Возвращает 0 в случае успеха и минус один при ошибке. Если говорить про вот эти самые семейства протоколов, Protocol Families, то вот они, собственно, определены. Так, Pfinet, Pfinet 6, то есть вот IPv6, вот IPv4. Ну тогда не говорили IPv4, просто IP. И все. Так, также у нас есть структуры. Так, сокет, тип сокетов, задается вот сокстрим или сокдеграмм, то есть вот потоковый или деграммный. Можем выбирать. И есть у нас структура для адреса, причем она какая-то такая обобщенная, для поддержки адресов различных семейств протоколов. Вот, ну когда мы используем ту или иную семейство протоколов, мы можем, собственно, приводить эту структуру к тому виду, который нам нужно. Вот, поскольку адрес может содержать информацию, как было сказано, разных типов в зависимости от семейства адресов, которым он принадлежит. Есть другие адресные структуры, содержащие в части адресных данных, какие-то общие элементы из структуры, вот этой сокадр, и также специфическую для данного семейства информацию. И эти структуры имеют одинаковый размер, поэтому их типы можно приводить один к другому. То есть, допустим, вот у нас есть сокадр-ин, тут, собственно, есть порт-набор, и, ну, номер порта для сокета же нужен, и адрес, и плюс заполнение какими-то нулями остаточного места. То есть, вот стандартная общая сокадр, где есть просто сейддата на 14 байт, и есть, вот, допустим, сокадр-ин для IP-версии 4, где вот уже мы, собственно, рассматриваем вот эти данные, как через поля порт, через поля, через поля порт, через поля IP-адрес, и заполнение вот какого-то остаточного места, незначащего нулями. Номер порта и IP-адрес в структуре адреса сокета должны подчиняться принятым в сетях порядку байта, то есть сначала старший байт, этот порядок противоположный принятому в архитектуре x86, поэтому данные величины нужно преобразовывать. Для выполнения таких преобразований есть несколько специальных функций, прототипы которых находятся вот в заголовочных файлах следующих. Но обычно просто упомянули о такой возможности, то есть если более какой-то низкоуровневый способ используется, то стоит эти моменты знать про то, как хранятся, и про то, как передаются данные, в какой последовательности байты, собственно, проходят. Для совместимости с разными архитектурами следует применять эти функции преобразования даже тогда, когда для процессора, собственно, узла установлен порядок сначала старший байт, чтобы не было никаких проблем. Ну и вот примеры этих функций, то есть hhost и в зависимости от того, какой тут тип long или short, имеет такое окончание. Ну и соответственно, ну то есть вот host to network и есть network to host функции. И далее вот стандартные функции Pint, допустим, привязывает сокет к локальному адресу, после чего можно ждать входящих соединений, возвращает 0 в случае успеха и единицы при ошибке. Функция Listen слушает запросы входящих соединений, организует их очередь определенной длины. Вот эта длина может в операционной системе быть задана строго, ну мы можем сами тоже задавать для нашего приложения. Ну понятно, что заданная в операционной системе будет, конечно, главенство перед этим. Так, accept принимает входящие соединения на связанном сокете, адресные данные удаленного узла записываются в структуру remote host, а фактически размеры адресной структуры записываются вот в Adder Lens. То есть для оси нужно знать вот такие детали, понятно, что для более высокоуровневых языков зачастую этого знать не нужно. То есть можно подобраться к некоторым таким настройкам, но вот чтобы прям конкретно так задавать, это все не нужно. И главные функции отправить и получить Send in Receive, то есть указываем на дескриптор, указываем буфер и сколько в буфере чего лежит, ну и вот в принципе флаги некоторые можно тоже указать. Известная система записи в виде чисел и точек, ну то есть стандартный дестичный вид IP-адреса, это стандартный способ задания интернет-адреса. Существует функция для преобразования таких записей в 32-разрядные числа с сетевым порядком байтов, что самое важное, обратно, и эти функции определены вот в таком вот файле arp.inet.h. Вот, собственно, как преобразовать строку в адрес принимаемой системы и, собственно, обратно в строку, если вдруг такое нужно. То есть есть уже готовые функции, которые с этим делом могут работать. Ну и далее создадим сервер, который слушает соединение TCP на порту 7890, допустим. Когда к нему подключается клиент, сервер посылает сообщение HelloFriend, после чего принимает данные, ну уже от клиента может принимать, чтобы у нас двустороннее общение было, и принимает данные, пока соединение не будет закрыто. У нас в программе будет использоваться некоторая функция Dump, совершенно не важно, что она делает, но стоит, конечно, ради интереса разобраться в ней. Вот, то есть функция используется программой для вывода данных пакета, то есть вот есть какие-то символы, которые он отображать не будет, интерпретировать, а есть какие-то, которые она отображать будет, ну в нормальном виде, какие-то, которые не понимают в виде точки. То есть данные принимаются и в красивом виде выводятся, чтобы можно было их как-то разглядеть там. То есть вот как выглядит программа, тут прошит номер порта в самой программе, есть файловый дескриптор, сокет, есть все необходимые структуры, которые используются. Собственно, вот создается сокет, указывается семейство, тип, вот, устанавливаются некоторые опции, допустим, повторно использовать можно, да, адрес для привязки. Ну и далее вот по плану, все задаем, там порядок байтов узла, короткий, так, номер порта, так, адрес, причем тут нулем заполняем, потому что автоматически нужно будет заполнить нашим IP-адресом в самой системе, поэтому тут номер указываем. Обнуляем остаток структуры, ну, там говорили, что есть место для заполнения ненужных данных, мы их заполняем, и далее уже делаем привязку бинт, то есть тут сокет наш, который мы создавали, там у нас дескриптор был, вот мы его используем. Вот, и, собственно, то, что мы далее тоже понасоздавали. Так, далее ждем входящие соединения, указываем размер очереди, то есть вот функция прослушки указывает сокету, что нужно ждать входящие соединения, и последующий вызов accept фактически уже принимает входящие соединения, а сама функция прослушки помещает все входящие соединения в какую-то очередь, пока accept не принято это соединение. Ну, вот у нас будет бесконечный цикл, где мы используем вот этот accept, если вот этот accept соединения удалось, мы выдаем какую-то информацию, что действительно, ну, на консоль, что действительно соединение установилось, и отправляем клиенту приветствие. Привет, друг, там, hello, friend. И далее уже ждем и от него что-то. Ну, и вот опять же, в таком вот цикле пока есть что принимать, пока клиент что-то передает, мы это все считываем и выводим на консоль. То есть вот сам сервер. В принципе, когда клиент подключается, говорит ему привет клиент, и клиент уже далее может сервер закидывать какой-нибудь интересной информации. Ну, проверим, что это все работает. Вот, то есть компилируем. Ну, есть какие-то предупреждения, мы пропустим это. Нам, в принципе, важно просто понять, что это все работает. Сама модель сокетного взаимодействия. Сервер говорит, что получил соединение с каким-то клиентом. Ну, в данном случае это с одной машиной соединение происходит. Поэтому тут больше интересно порт, то есть номер порта, вот с генерированной операционной системой для клиента. Вот IP-адрес, то есть у нас общий. Но единственное, что серверу понятного другой. Номер порта задавали у клиента, он генерируется автоматически. Так, клиенту передалась информация HelloFriend. Теперь клиент тоже может что-то передавать. То есть вот клиент получил HelloFriend, может передать, ну, такую фразу, типа Where is Jessica Hyde? То есть отсылка к некоторому популярному некогда сериалу, типа Утопия. То есть вот передаем, и мы можем видеть, что, во-первых, был Enter введен пользователем, были переданы какие-то данные. То есть вот функция Dump вот у нас как раз в таком красивом виде все выводит. Мы видим, что вот клиент нам что-то передал, даже какие-то странные символы передал, даже проверил русский язык, понимается или нет. Ну, видим, что нет, потому что в коде видели, что какие-то выходящие за диапазон АСКИ вот стандартных латинских символов, ну, нет, даже не только латинских символов, то есть вот выходящие за диапазон коды мы не расшифровываем. Вот, если еще кто-нибудь подключится из клиентов, то он попадет в очередь. Кстати, да, вот обращаю такое внимание, что мы через Тилнет подключаемся к серверу. То есть, ну, раз есть утилита Тилнет, которая может установить соединение, почему бы ее не использовать. То есть вот все, кто далее будут пытаться соединиться с сервером, будут попадать в очередь. Ну, чтобы отключить клиента, клиенту надо сделать квит, то есть стандартный выход. И если кто-то другой уже подключился, то сервер может принимать с него информацию. Ну, вот тут кто-то сказал имбунту сервер, хотя это явно был клиент. Вот, в любом случае сервер делает акцепт клиенту из очереди. То есть вот тут далее спускаем сервер, далее у нас клиенты подключаются, подключаются, попадают в очередь. Ну, тут вот такой момент. У нас много клиентов, их явно больше пяти. Становится вопрос, становятся они в очередь или нет. Они действительно становятся в очередь, но вопрос в какую очередь они становятся. То есть там может быть и какая-то системная очередь. У нас в приложении из пяти она единиц состоит. Но в любом случае мы видим, что клиенты, они ждут, ждут подключения, то есть не теряют надежды. Вот, и сервер, видимо, их как-то не отшивает. Так, ну вот далее мы видим, что есть вот клиенты по очереди вот так подключаются. Один выходит, другой подключается. Вот видим, что даже более-менее по порядку вот генерирует операционная система. Ну, мы же с одного просто, с одной машины подключаемся к одной машине. То есть все это делаем в локальной форме. И вот операционная система нам генерировала порты, можно сказать, практически последовательно, в отчетных номерах. Ну, видим, что сервер принимал соединение. Так, ну и вот, собственно, это был такой вводный материал по сокетам. Понятно, что многие вещи разбираются только на практике, и поэтому предлагается такое практическое задание создать серверные приложения. То есть, во-первых, копилировать пример из данной лекции. И, то есть, его можно не трогать. А вот клиентское уже написать, типа, Тилнет, которое сможет обращаться с нашим сервером, общаться, получать от него пример, привет и отсылать данные. Ну, по сути, вот как Тилнет это делал, в такой вот форме. И чтобы была возможность работать с нашим клиентским приложением, ну, допустим, так, NetLine-P, ну, то есть указание номера порта, и, тире А, IP-адрес, чтобы можно было указать IP-адрес. Ну, в общем-то, вот, собственно, все, что касается таких вот основ сетевого программирования, программировать сетевых приложений, понятно, тема обширная и достойна вообще одного огромного большого курса, в котором бы изучался не только C, но и какие-то другие языки. Ну, вот, в принципе, что хотел, то я и расскажу.